Полицейские разыскивают родственников пешехода, который трагически погиб под колесами синий Мазды на улице Немировича Данченко. На вид мужчине около 45 лет. Документов у него не было. Показывать фотографии мы не можем по этическим соображениям, ведь автомобиль раздавил человеку голову. Сразу после аварии водитель вызвал скорую помощь и наряд полиции, а затем скрылся. Уже на допросе признался, что испытал невероятный стресс. Съемочная группа программы ДПС выезжала на место событий и попыталась восстановить обстоятельства темного ДТП. Именно так называются инциденты, при которых приходится разыскивать одного из участников. Немирович и Данченко, 35, 9 часов вечера. Из-за дождя ограничена видимость. Внезапно на проезжую часть шагнул пешеход в темных джинсах и куртке. Мгновенный удар, быстрая смерть, никакого шанса выжить. Не установленный автомобиль двигался по улице Немировича. Совершил наезд на пешехода, который переходил в проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Несколько часов потребовалось отделению розыска, чтобы установить машину. На месте гибели пешехода осталась часть защиты радиатора. Именно эта деталь помогла установить марку. Дальше дело техники. Отсмотрели записи камеры, нашли водителя синей Мазды. Мужчину привезли на допрос, а иномарку загнали на яму. На дисках было главное доказательство – следы крови погибшего. После того, как отъехал, после парфора. На перекрестке двигался по правой стороне полосе движения. Впереди меня были автомобили, был поток. Я в какой-то момент почувствовал, что приезжаю на какую-то кочку. Только это была вовсе не кочка. Возможно, пешеход был пьян, а может, падение произошло от удара о капот легковушки. Это еще выясняют. После этого я применил в экстренное торможение. Выйдя в ситуацию, на дороге сзади меня, выйдет легающего человека. Не подающего признака жизни. Водитель дождался экспертов и заявил, что является лишь очевидцем. То есть, ввел в заблуждение инспекторов. И пока те оформляли аварию, владелец от Энзы уехал домой. Именно там автомобилиста и задержали. Кстати, мужчина был трезв. Но тот факт, что он покинул место смертельного ДТП, будет расцениваться как оттягчающее обстоятельство. Предполагаемому виновнику грозит до 7 лет тюремного заключения и лишение прав примерно на 3 года. Продолжение следует...